всем привет ну вот наконец-то черёшня стала по 10 крон почти 1 евро насколько здесь а 9 евро за килограмм даже ой 1 евро знаю сколько в кулёчке этом вот я взяла две штуки в общем крутяк арбуза что-то цен нету я думаю что это старая цена 2290 в общем нарвались на эту черешню наконец-то по цена упала дона была 155 это капец на зубе вот еще хотела кстати показать на вот эти все подгузники какие у нас цены мы пользуемся вот такими вот этими ли беру они вот стоят 75 77 крон но если вы состоите в членстве магазина куб то 50 процентов скидка то есть выходит по 38 крону здесь в пачке всего 20 штук вот потом мы пользуемся еще вот такими это эко нижние вот эти англо марк они эко то есть там ну биоразлагаемый но мы перестали пользоваться потому что они большие мерят очень там с размерами они стоят тоже там в пачке побольше 44 штуки допустим 73 кроны пополам со скидкой 36 памперс сама почти 100 91 крона почти 10 евро да но со скидкой 50 процентов у нас 45 чем-то в общем это тоже поддержка я думаю что как-то государство здесь имеет участие возможно какую-то часть государства доплачивает для повышения демографии может быть еще я хотела заметить что вот именно норвежские подгузы здесь вот например мальчик особенный да а здесь например мальчик такой темненький восточный национальности да это может быть норвежский то есть сразу да понятно здесь вот мальчик в очочках здесь мальчик кудрявенький мулат то есть сразу да понятно что в норвегии как бы все едины несмотря ни на диагноз несмотря ни на цвет кожи разрез глаз и так далее вот такой небольшой экскурс потому что я знаю что в казахстане намного дороже подгузники там около 10 тысяч тенге выходит ну очень дорого в общем черешня то стоила 990 не за килограмм а за 100 грамм в общем килограмм стоит 100 крон было до этого стоит пятьдесят пять равно дешевле конечно не так как хотелось бы но мы взяли все равно потому что уже моральный дал ума настроились что будем кушать черешни вот кстати вот и школа в средняя школа заметьте что как оборудовано кресло человека и на каждого такого человека есть один сотрудник который вот с ним проводит время гуляет так далее ух сердце меня сбилась я с толку увидела людей и впечатлительное очень вот школа это значит средняя школа наша вот местная надо будет как-нибудь еще туда зайти здесь ну вот спортивные площадки есть вот это вот красная это спортивный зал который крытый там иногда проводит мероприятия какие-нибудь концерты вот что хотела еще до сказать что особенности норвегии что здесь очень ну уделяют особо внимания людям с ограниченными возможностями где-то в деталях в мелочах это будет проявляться тоже я буду вам показывать снимать вот я помню мы ездили в больницу в поликлинику и там от парковки до ресепшена было прям специального для слабовидящих такие вот на земле из железных этих сделаны вообще очень много здесь встречаешь в основном конечно я видела старичков которые вот на колясках таких вот которые могут ходить но им тяжело они опираются на коляске вот таких вот которые сейчас пришли не часто я вижу есть вот видите просто может я не сталкивалась с ними вот сейчас столкнулась вот и о такие вот дети люди они на обеспечение конечно же государства то есть им выплачиваются пособия я не знаю я не искал такую информацию сколько такого пособия до получает ребенок и родители которые ухаживают но ну я думаю что достаточно для проживания до чтобы было там самое необходимое еда и так далее там до одежда на коризонте здесь виднеется церквушка наша там дальше на обзоре даже озеро виднеется здесь такой спуск и видно здесь кстати на этой дороге сюда парады идут на 17 мая когда день зависимости норвегии вот здесь вот живут люди здесь кстати это кажется вот тоже под ведомством сергея работы прикольно столько цветочков уютно постриженная травка а вот вот это высокая сколько здесь три этажа я вам расскажу отдельно про это знание кстати вот комментариях писали про березы очень много березы в норвегии очень действительно как в россии там до пихтовые очень много и берез мы вышли на прогулку моросит такая мелкая мелкая не знаю как ее назвать товарищ сидит пирамиду отказался оставлять дома у нас есть дождевик для коляски но в принципе дождь не такой прям сильный и у марева скидывает поэтому мы вышли там ненадолго я все-таки надеюсь что он заснет умар быстрее включается когда погода прохладная когда дождь когда жарко он плохо засыпает вот дровишки вот уже почти чуть-чуть осталось чуть-чуть я как могу конечно помогаю но не всегда получается потому что умар не дает это делать цепляется за меня начинает плакать еще внимание чтобы ему надо выделяли и я ухожу вот ну когда умар спит я пытаюсь там пару тележек закинуть просто когда умар спит еще хочется самой как-то там не знаю принять души приготовить еду прибраться и уже на уличную на уличные дела уже все мартом спит полтора часа час и за это время пытаешься сделать все ну вот ну вот идем мы идем и как будто бы сайлент хилл над озером вот такой вот это вот и посмотрели мой прогноз погоды и вот до моего дня рождения и только именно в день моего рождения начинается солнце и тепло до 19 июля то дождь либо если нету дождей то пасмурно да я заметила что я очень начала переехала сюда начало очень много говорить про покупку почему-то в казахстане я пройдем не говорила видимо заботы были другие и боих как-то больше когда-то работаешь суете приехал на работу погоду не видишь не знаешь себе вот главное по работе там все шло и перла а здесь это уже так думаешь и и с норвежцами да обычно самая первая топ тема по разговору это погода какая погода сегодня какая погода вообще ожидается я начинаем рассказ что однажды зимой мы шли я встретила там женщину по английски мы с не общаемся что мы по работе сталкивались и и она на улице было не знаю минус 15 наверно такое легкое солнышко она такая холодно сегодня какой мороз я говорю вы не знаете откуда я приехал игру в астане кто знает из казахстанцев кто из астаны есть подписчики у нас тоже что мама не горюй зимой минус 40 доходит это это может быть даже еще больше с ветром это ощущение ужасно тебе лицо все обжигает вот и ходили мы в шубах шубах не потому что мы хотели понтануться что мы крутые а чтобы действительно именно вот вот это вот шкура животного только она могла защитить тебя от ветра от проникновения пуховики насквозь продували и мы заболевали очень часто у меня в астане прям неврология постоянно была вот это не жереберная так что-то уже пошли у меня такие не очень разговоры так ну вот мы идем идем в ту часть которая в которую я вас не брала мы были на детской там дальше да а это мы идем сюда никого нету никого хотя дождь не сильный и не сильно холодно так свежо прям бодренькая погода но почему-то людей нету хотя сегодня что а сегодня у нас среда и нажат пуска и все время забываю что все люди уезжают теплую теплые страны там или я не знаю вы увидите или нет но это шок контент что это маленькая лягушка представляете вы видите ее вот она прыгает я никогда не видела маленьких лягушек я в шоке я больших-то я особо не видела а таких маленьких еще я видел их очень много было озеро так ну что а ну вот все свалили в испанию в основном это вот майорка возможно гран-канария но в гран-канарии в основном весцы летают зимой потому что именно зимой там хорошие сезон потом куда они может быть малага аликанте вот куда прямые рейсы ходят а потом вот эта знакомая они с беларуси давно уже сон вот лет 10-15 лет про детей они зажают детей в машину и по Европе там в Испании останавливаются на семьи дальше две недели все европы крысят вот и в основном куда еще летят люди тепло Италия возможно где еще тепло возможно балканские эти страны там Хорватия Сербия Босния слышала много но слышала что в Хорватии очень подорожало очень дорого стало ну прям делал где-то обзор какие-то блогеры делали обзор обзор центов супермаркета отелей ты хочешь вылезти да но если я тебя умар вытащу с коляски ты вот сядешь в лужу я блин тебе что-то я это глупила не одела ему резиновую этот пикировку умар сейчас давай туда дойдем я тебя вытащу хорошо я должна еще показать в прошлом году построили нам вот такой вот деревянный ну это как не знаю это не мост это такая штука я не знаю как это называется ну видите это просто такой прибережный этот смотрю я новости казахстанские естественно у нас так интересно ну я читаю и норвежские конечно тоже потому что мы здесь как бы живем но вечером когда мы сидим на диване Сергей включает латвийские новости а я листаю казахстанские новости ну это жизнь да и читаю что подорожали кредиты ставки повысились что госпрограмма 7-20-25 на нее уже особо не выделяется бюджет что жилье опять стало недоступным вот я говорю прошли те времена когда можно было взять свой ну кто не знает кто не из казахстана в общем когда это было в девятнадцатом девятнадцатом двадцатом а нет после короны или во время короны в общем государство разрешило изъять накопленные пенсионные отчисления на каждый возраст они делали свой порог но изъять не просто так а отправить их допустим на оформление ипотеки на если у тебя уже есть ипотека на досрочное погашение на лечение на лечение зубов либо на улучшение жилищных условий там ремонтную и так далее вот и был такой что ли случилось вот видите друзья не все так идеально в норвегии это либо ребята не знаю здесь хотели прыгать не знаю что то здесь случилось и погнулась тогда все строилось прошлом году новое так вот я прервалась прервалась на то что был такой прям шквал очень большие были продажи квартир ну естественно наша столица астана и южная столица алматы квартира взлетели в цене в цене потому что была выгодна программа 7 20 25 то есть 7 процентов ставка 20 процентов первоначалка и максимальный срок 25 лет многие для многих это был реальный шанс до уйти с этих пожизненных квартир съемных взять все-таки свою крышу над головой вот многим повезло а тем а ноги мне повезло потому что программа закончилась перестали выдавать бюджет вот и квартиры немножко спали то есть такой рынок да окей ты платишь маленькую ставку но на тебе заплатить дорого за покупку теперь значит ставки там по ипотеке 19 процентов 20 22 даже цена чуть-чуть упала потом когда трясло алмату то есть были землетрясения сильные осень да это было или зимой зимой то опять-таки большая часть уехали с алматы переехали в астану опять аренда и продажи квартир повысилась потом вроде более-менее стабилизировалась весной у нас все знают не все я говорю были поводки в западном казахстане очень много затопило домов люди остались без крыши над головой и много часть тоже приехала столицу ну конечно государство ну как нам объявил объявил президент что вот от паводков пострадавшим там суммы выделяют такую чтобы они могли построить себе или купить новый дом и опять взлетели цены на квартиры на недвижимость в общем такая вот ситуация экономическая в казахстане не знаю будет ли доступна теперь эта ипотека вы представляете вот 22 процента платить там 20 30 лет плюс ты еще должен первоначалку найти да а если ты вот после института только устроился на работу ну в принципе я-то проходила после института также устраивалась и жила на съемной квартире ну вот имею ввиду что на первоначальный взнос надо же накопить как-то а если зарплата уходит на еду и жилье то сложно ну в любом случае и вообще я хочу такую вот сделать я замечаю и вообще я когда вот работала банки я участвовала в найме то есть на немало людей искала до постоянно там вакансии когда были и молодежь приходила тоже с универов и я брала не только с опытом ну и брала там несколько людей без опыта с университета там и и обычно приезжие и нагородние допустим не коренной астанчанин да просто не работала они более такие знаете прибивные более такие потому что у таких приезжих детей и людей у них нет надежды на кого-то у них надеждах только на себя и никто там ничего не подаст на блюдечки и такие вот ребята они очень хорошо работали добрый день дорогие друзья ну как вы видите картину масло отгадайтесь трех раз кто скатил в горшок с цветком и разбил его пока начнется садик я кукуха поедет сейчас нашла вот не знаю ну вот такое конечно временное потому что горшков нету больше посмотрим хочу сюда посадить я ощущаю себя знаете вот помните этот мультик где вот эта обезьяна и скол и много-много ее этих маленьких детишек и вот они бегают везде косячит она их косяки все это закрывает вот я такая я себя чувствую той обезьяны все что косячит умарь приходится все делать исправлять все дело и главное ему говорю нельзя так делать но 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 стоит улыбается вообще человек не при делах даже вину не чувствует ну ладно подрастет может почувствует ну как то вот так пересадила я во временный горшок покапала сюда потому что и теперь я беспокоюсь за вот эти горшки я думаю что он не остановится на этом надо что то делать а что делать куда их поместить даже не знаю эм эм э э